В этом уроке мы посмотрим на еще один пример того, как можно использовать дополнительные движения для улучшения нашей анимации. Нажимаем Play. Этот персонаж как бы спрыгивает с этой платформы. И как всегда мы ищем пути, чтобы улучшить нашу анимацию и сделать ее более живой. И для этого мы будем использовать наши вторичные движения. После того, как этот наш персонаж спрыгивает, он как бы расставляет руки и смотрит, куда ему дальше бежать. Таким образом мы даем понять, что персонаж у нас живой, он как бы выражает свои эмоции через вот это, и зритель это понимает. Включим контроллеры. Вот менеджер слоев. Отображаем контроллеры. Но мы не будем сейчас править анимацию, которая у нас уже есть. Мы добавим поверх новую. Для этого мы можем использовать слои анимации. Клацаем вот здесь на панели инструментов на пустом месте, правой кнопкой мыши, выбираем Animation Layers. Также можно получить к ним доступ через меню Animation. Итак, давайте создадим еще один слой. Поставим сейчас галочку только Rotation. Окей, вот. У нас основной слой, Base Layer. Нажимаем Add Anim Layer. Здесь я люблю использовать вторую опцию, Use Default Controller Type. Таким образом мы сможем добавить анимацию поверх той, что уже есть. Первая же опция уберет всю анимацию с нашего контроллера, и нам надо будет все делать заново. Переименовываем наш слой. Назовем его Head Offset. Нажимаем ОК. Давайте начнем. Давайте начнем. Выбираем Контроллер Головы. Идем в фильтр ключей. Ставим Rotation. Убираем Custom Attributes. Нам не надо. Включаем Auto Key. Еще одной очень важной частью вторичных движений является то, что их не надо слишком много. То есть у нас уже много основных движений. И если мы добавим много вторичных, то у нас будет как бы смешиваться. Когда персонаж приземляется, давайте начнем поворачивать его голову. Вот здесь где-то после кадра 55-го. Ставим ключ вот здесь. Теперь он как бы осмотрится по бокам. Что же ему надо делать дальше? Вот так вот как бы уловим здесь тайминг. На 63-м кадре, я думаю, можно повернуть его голову налево. Ставим тип Gimbal. Таким образом мы сможем как бы работать с настоящими осями этой головы. Поворачиваем ее по Y и немного по Z и по X. Теперь он посмотрел вот так вот налево. Он думает как бы идти туда. Или нет. Сначала лучше посмотреть направо и посмотреть что там. Так, сначала он как бы смотрит туда. Ставим здесь ключ. То есть как бы здесь такая задержка. Он присмотрелся. И теперь где-то вот здесь. Он будет так вот поворачивать голову в другую сторону. И тоже на 80-м кадре ставим ключ. Теперь когда у нас уже это готово, добавьте, добавим движение шеи. Он не будет стоять смирно, пока просто его голова двигается. Так, добавим ключи на те же кадры. 55-й ключ ставим. 63-й. Поворачиваем немного вот так вот шею. Я не хочу сильно двигать, потому что тогда голова тоже сдвинется и будет неестественно. Конечно же, в этом случае не обязательно добавлять движение шеи. Но так как у нас урок, мы хотим сделать все правильно. Идем на 69-й кадр. Ставим ключ. Теперь на 76-м поворачиваем вот так вот немного шеи вправо. И ставим пустой ключ на 80-м. Вот так вот. Посмотрим, что у нас получилось. Закроем все. Спрячем все вот эти контроллеры. Чтобы они не мешали. Нажимаем play и смотрим, что у нас получилось. Вот, отлично. То есть мы добавили движение головы и таким образом выразили эмоции персонажа. Он смотрит, куда ему дальше бежать. Таким образом, наша анимация заинтересует зрителя. Он будет думать, куда смотрит этот персонаж, куда он дальше побежит. Раньше же эта анимация выглядела как простое упражнение. То есть он прыгнул и все. А теперь как бы есть задел на продолжение. Придайтесь искать, куда можно вставить дополнительные движения, для того, чтобы ваша работа выглядела интересно. Продолжение следует...